Добрый день, коллеги! Я представляю компанию Axelot, партнера фирмы 1С. Меня зовут Ольга Найзикова, и тема моего текущего доклада является «Месса логистических систем в едином информационном пространстве». Итак, в рамках проекта автоматизации и создания и внедрения единого информационного пространства, как правило, рассматривается автоматизация следующих основных вспомогательных бизнес-процессов. Процессы планирования, процессы снабжения, процессы управления запасами, управления маркетингом, управления сбытом, управления сервисными службами, ну и вспомогательные процессы – это управление финансами, персоналом и предприятием, что позволяет фактически анализировать деятельность предприятия и при помощи специальной системы отчетности. При использовании программных продуктов серии 1С «Логистика» основные процессы могут быть несколько расширены следующей функциональности, то есть функциональность управления экспедированием груза, управления складским комплексом и управления доставкой. На этом слайде приведен пример интеграции всех упомянутых программных продуктов, имеется в виду серия 1С «Логистика» и корпоративной информационной системы. Данная модель очень часто используется на проектах компании «Аксилот» и представляет из себя следующий функционал. В корпоративной информационной системе, которая может быть построена как на платформе 1С «Логистика» управления торговлей, так и на платформе 1С «Управление производственным предприятием», формируется план заказов, это некий перечень заказов покупателей и поставщиков, который передается в систему 1С «Логистика», то есть складская логистика и транспортная логистика в виде плана заказов. Далее на основании этого плана в системе 1С «Логистика» управления складом формируется фактический перечень заданий, эти задания собираются, полученные весогабаритные характеристики грузов передаются в 1С «Логистика» управления перевозками, по полученному ВГХ в логистике управления перевозками выполняются функции комплектации маршрутизации рейсов, последовательность загрузки в каждое транспортное средство передается обратно в складскую систему, факт выполнения перевозки и выполнения заказов возвращается в корпоративную информационную систему. Очень часто мы интегрируемся в рамках проекта из конфигурации 1С «Управление автотранспортом». Например, если предприятие имеет собственный автопарк, то в этом случае мы рекомендуем использование управления автотранспортом, тогда дополнительно появляется интеграционное звено, которое позволяет выгрузить в управление автотранспортом маршрут, фактически создать путевой лист. После закрытия путевого листа информация о затратах передается опять в систему 1С «Логистика управления перевозками», где формируются фактические затраты на выполнение конкретного рейса. Какие существуют варианты интеграции? Мы на текущий момент могли бы выделить три варианта интеграции. Все прочие варианты являются произвольными от этих трех, о которых я сейчас буду говорить. Первый вариант интеграции — это использование единой информационной базы. Это когда мы функционал конфигурации, то есть все объекты метаданных, объединяем в единую информационную, в единую конфигурацию, и у нас получается некая единая информационная база на базе нескольких решений 1С предприятия 8. Для того, чтобы оценить достоинства и недостатки каждого из вариантов, мне все-таки хотелось бы использовать некий набор показателей, при помощи которых мы могли бы сказать, какой из вариантов для вас наиболее приемлемый. Первый показатель — это, наверное, возможности синхронизации и репликации данных. Наверное, наиболее актуальным является вопрос синхронизации нормативно-справочной информации. Второй вопрос — удобство работы пользователей. Третий показатель — это, в общем-то, производительная система. Четвертый показатель — это сложности или, наоборот, простота поддержки такой объединенной конфигурации. И четвертый показатель — это возможности использования различных технологических платформ, которые мы могли бы объединять в единое информационное пространство. Так вот, этот вариант имеет свои преимущества в чем? В том, что у нас практически нет проблем, связанных с синхронизацией нормативно-справочной информации. Поскольку это единое информационно-технологическое пространство, то есть единая база данных, то синхронизировать нормативно-справочную информацию нет нужды. Наиболее удобный и наиболее приемлемый вариант в случае, если функциональность одного пользователя предполагает использование функционала нескольких конфигураций. Например, начальника транспортного подразделения. Такое тоже возможно, что ему необходимо и контролировать заявки на выделение транспортных средств, и в то же время работать с функционалом, например, 1С-управления автотранспортом. То есть использование этого варианта решит проблему, работая в двух базах параллельно, при необходимости, если необходимо использовать все-таки функционал 1С-логистик управления перевозками. Ну и, соответственно, по прочим показателям можно сказать только минусы, потому что сложности с обновлением объединенной конфигурации существенно выше, чем сложности с обновлением отдельных конфигураций. Конечно, усложнена и модификация такой конфигурации, потому что если трогать какой-то один из алгоритмов или какой-то документооборот менять, то в целом нужно давать себе отчет в том, что повлечет такое изменение в других функциональных блоках такой единой конфигурации. Соответственно, есть вероятность снижения производительности такой системы, если в нее будет входить достаточно большой набор конфигураций. Ну и такой вариант невозможен в случае, если мы используем несколько технологических, несколько программных продуктов, которые разработаны на различных технологических платформах. Второй вариант — это использование разделенных баз данных. Ну, понятно, если в первом случае мы совмещали информационные базы, теперь мы будем использовать порознь. Ну и интеграция данных между этими разделенными информационными базами осуществляется с использованием файлового обмена. Здесь ситуация обратная. Все то, что являлось недостатками для предыдущего варианта, является достоинствами для этого. Ну, например, то, что в рамках такого варианта мы можем использовать разные продукты, которые у нас разработаны на разных технологических платформах. Во-вторых, то, что мы практически уходим от проблемы, связанных с обновлением такой, поддержкой такой конфигурации. То есть поддерживать отдельные небольшие функциональные системы значительно проще, чем поддерживать большую, сложную и взаимосвязанную между собой систему. Третий — это то, что, в принципе, быстродействие у нас, вот как заложил разработчик конфигурации, производительность. То есть производительность от того, что мы используем разделенные базы в режиме файлового обмена, не падает, как правило. То есть это является достоинствами. Ну, а недостатками, соответственно, является то, что у нас возникают вопросы, связанные с синхронизацией этих данных между разными информационными базами. Ну, естественно, если брать во внимание вариант, когда у нас есть начальник транспортного подразделения, который должен работать в двух конфигурациях, то это, в общем-то, неудобство на самом деле работы пользователя. Ну, тут есть тоже различного рода варианты решения, поэтому об этом я пока не буду говорить. Тема доклада немножко другая. Вот один из самых главных проблемных моментов, который был во втором варианте, это синхронизация нормативно-справочной информации. Она решается при помощи третьего варианта, зачастую всегда очень успешным и удачным. Третий вариант интеграции предполагает использование раздельных информационных баз с интеграцией данных с использованием корпоративных ширинных данных. То есть преимущества недостатки, я уже говорила, что они наследуются от второго варианта. Ну, единственное, что мы здесь практически уходим от недостатка, связанного с синхронизацией нормативно-справочной информации и данными между различными информационными базами. За счет чего? За счет корпоративной ширины данных. Что такое вообще корпоративная ширина данных? Это некий инструментарий, который как спрут, живет рядом с информационными системами и знает, в какой момент, в какой системе появились какие данные, кто является источником этих данных, куда эти данные нужно транслировать, в каком виде их нужно транслировать. И, соответственно, своевременно это делает при необходимости. То есть он включает в себя функционал описания источников данных, приемников данных, процедуру преобразования и сбора этих данных, а также некий функционал планировщиков процесса обмена. То есть процесс обмена может запускаться как по определенному регламенту, так и при возникновении какого-то события в источнике данных. Корпоративная ширина данных решает задачи получения данных из разных источников, распознавания этих данных, анализа преобразования данных, выгрузки данных в различные приемники и мониторинга передачи данных. То есть если произошла какая-то коллизия при передаче или преобразовании данных, вся эта информация оперативно выводится соответствующим пользователям корпоративной ширины данных, которые должны принимать какие-то оперативные решения. Этот инструментарий пока не является типовым проектным решением, используется в рамках текущих проектов в индивидуальном порядке, всякий раз модифицируясь. Функциональность корпоративной ширины данных можно представить в виде следующей блок-схемы. То есть на уровне данных шина данных обеспечивает разделение, синхронизация, объединение и уведомление пользователя о том, что получены те или иные данные. Данные могут вводиться через некие пользовательские интерфейсы, при этом корпоративная шина данных обеспечивает безопасность этих данных, то есть несанкционированный доступ к той или иной группе данных, которые не предусмотрены для конкретной группы пользователей. Дальше данные взаимосвязываются, объединяются или сливаются. Соотносятся и на основании всех вышеупомянутых процедур происходит либо очистка, либо пополнение данных в концентраторе мета-данных. То есть вот такая функциональность корпоративной шины. По всем вопросам, касающимся данной тематики, вы можете звонить и обращаться по телефону, который указан на этом слайде. Спасибо за внимание. Продолжение следует...